Привет! Играет музыка. Играет музыка. Никаких плавных движений. Играет музыка. 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 мало ли куда пригодится к тому же она все равно сама стала распускаться так, кот, не вступай тут хулиганить это ремень, который я летом покупала за 800 с чем-то рублей по какой-то типа скидке который у меня на второй день, наверное, уже если не на третий начал немножко разваливаться изначально типа как бы кожаный по-моему там от кожи одно название до этого у меня был ремень за 250 рублей какой-то совершенно химический, но этот полистер или что-то и он пошил чуть дольше намного дольше чем вот этот вот но изначально у меня был ремень кожаный Медведкова еще покупала и он очень долго жил помнится он 500 рублей как-то стоил но у него пряжка отвалилась как раз вот когда я упиралась в деревню как бы на сукотнике за что-то зацепилась она и я не сразу даже поняла, что она отвалилась только что джинсы как-то стали легче слегка не то чтобы легче слегка как бы будто сваливать и кот свалил из комнаты вообще мне было бы удобнее с этого если бы камеру на руки направить но как бы может это не тот вариант когда все вот это не влезет поэтому приходится делать как мне неудобно рука уже слегка устала взбор и плеч и ну очень еще одна ниточка веревочка где-то можно цепить, а где-то так качественно сделана была очень спелая если смогу ее отцепить как-то значит не будет красная тогда пойдет сейчас как будет тут я время не засекала, не знаю сколько это все продлится дятлы толпятся в стену надеюсь их толпление на камере не скажется в смысле она не напишется за звуком под дятлами я имею ввиду соседей которые когда еще удобно гвозди заколачивать в стену и что они там делают под звук звук как молоток об стену где-то так в десять вечера хотя мне кажется сейчас ну да наверное сейчас уже где-то десять с чем-то я сегодня делала кефир на материнской закваске от бакстрав ну в смысле это уже как бы был кефир с закваской бакстрав потом то что вышло я пять столовых ложек добавила в молоко нужной температуры а потом уже вот из того что вышло я уже три столовых ложки положила в другой литр молоко скажем так вторая вариация на закваске я читала что можно не более трех раз делать на материнской закваске а оно у меня за за шесть часов пятьдесят пять минут сготовилось но я еще не смотрела как оно выглядит ну в смысле как там консистенция так там в принципе густенько было когда в холодильник убирала хочу посмотреть потом уже на третью раз эту закваску посмотреть что будет ну и на сколько вообще ее хватит теперь слона бота мы на потолке решили походить ну по-моему эта камера как-то все таки улавлена то что вот здесь направлено а не то что еще там где-то я не знаю это это я не знаю это это еще одна красная веревочка мне просто что-то как-то жалко стало я думаю, блин, вот если их можно достать ну раз они там вылезают то, наверное, можно их как-бы отсоединить ну, если выкидывать, то с этими веревочками жалко как-то, короче может вдруг пригодятся куда-то что-нибудь решу сплести больше работает правая рука левая просто держит два человека на стене у меня ответили в комментах что это как-бы может зайти за АСМР вот такого типа ролика но я не знаю на самом деле я как-бы АСМР и мурашки плавлю поэтому если кто-то действительно с этого словит чудо вот круто сродни как если бы я распускала какую-нибудь вязаную вещь у меня сегодня подруга приходила играть на пианино и на ней был такой свитер вязка будто домашняя сами вязали но оказался просто старый покупной свитер ну, в смысле покупной уже такой древненький молочный молочно-голубой такой ну не так ну как если бы голубой цвет даже синий цвет довели бы гуашью до голубого белой гуашь синий гуашевый цвет с добавлением белой гуаши как голубой но не слишком ну как бы ближе к молочному так, вот сейчас не знаю, тут что с этим белым делать нигде не подцепить но зато а нет, вот это-то еще ладно хотя нет, очень даже не ладно вот что-то такое вот именно про это я говорила у меня на второй или на третий день вот это стало расслаиваться за те деньги что он стоит стоил вот, я все-таки растолбала эту веревочку белую белую я еще не распускала тут у меня еще красная и зеленая остались вот это и вот 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 Продолжение следует... 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 вообще, ту палеточку, на которой я сижу, она слегка поскрипывает вот мне интересно, камера ее запишет или нет, этот маленький скрип-скрип но она вообще давно поскрипывает если я на ней сижу, обычно на ней сижу, когда ролики пишу, то при монтаже не слышно этот звук сейчас, кстати, какой-то очень сильный ветер был хоть у меня балкон закрытый, окно тоже, но слышно все равно было я не знаю насчет камеры, но если вдруг какой-то гул был, то это вот именно тот сильный ветер ой, блин, больно-больно-больно слишком сильно давил на палец этой веревочкой еще одна белая веревочка улов сейчас надо как-то эту красную витку освободить вот так вот 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 но как если без очков? один глаз будет прищурен и вообще закрыть ну вот пару раз пару петель с закрытыми глазами получилось а теперь надо все-таки смотреть тут как-то больно рука это еще раз а потом маркетинг ни о чем а потом а потом все кто-то но что что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вмутан в красные нитки... До этого нельзя было достать его... Теперь вот тут после красной... Можно спокойно зеленую разбутать... Кто осенит, тот герой... Блинут... Зачем они так все нападают? Что такое? Можно круглое, судя по ощущениям... По звукам... Кидать на пол... Дешевое при этом... Ведь у них как бы на потолоке там ребенок... Которому может год уже... Может год и месяц или около года... И по идее... В это время дети уже спят... Не понимаю я таких затей... Вот здесь тука... Вот слоны-то... Мало того, что не слоны еще... Вода сливается с каждого этажа... И слышно на море... Нет, я как бы привыкла... Но я всегда напрягаюсь... Ну сейчас в принципе я не напрягаюсь... Просто говорю, что хотят знает... Может на ролике... На камере будет слышно... Я что-то дверь не закрыла... На всякий случай... Но иногда она очень громко сливается... Минус первого этажа... В этом районе... Я не знаю... Во всех домах... Только в пятиэтажках... Подруги... У одноклассники... Короче... Дом трехэтажный... Сейчас в ее квартире... Но в квартире ее родителей живет... Ее сестра младшая с мужем... И я вот не помню... У них по-моему не слышно было... Они тоже на первом этаже жили... Чтобы в туалете так громко вода смывалась... Может только в пятиэтажках... Ой... Вырвалась опять... Веревочка... Запуталась за что-то... Теперь они собачатся... Довольно крошка... Мне интересно... Ничего думают они... Одни в этом доме многоквартирном живут... Я так понимаю... Они о своем ребенке вообще не думают... Который совсем маленький... Который там еще второй... Вроде ребенок есть... Покрупнее... Остается у нас... Вот эти... Качественно сделаны... Они как-то тут приклеены... Желтая... Точнее не желтая... Да нету белая... А красная и зеленая... А вот эти вот... Ну прям... Халтура... Вот здесь кстати окрасилась... Вот там белая не окрасилась... А тут только окрасилась... А сам вот этот вот... Говорят ботинок хочет есть... А тут ремень хочет есть... Получится отодрать где-нибудь или нет... Кончик... О... Я даже не надеялась... А он сам пошел... Ему явно надоело тут висеть... Что-то я уже есть начинаю хотеть... Тут как-то странно так сделано... И в том месте... Усилок поставили... Если думали, что оно не распутается... Если думали, что оно не распутается... Или хотели, чтобы оно не распуталось... Очень странно как-то тут сделано... Если оно сейчас не подастся... То я его так тут и оставлю... Попробую с другой стороны... Попробую с другой стороны... так наверно удобнее воду вот будет прикол, если это будет совершенно невостребованный ролик и максимум наберется только просмотров 10 не обязательно должен кто-нибудь написать, что я с этой фигней страдаю из тех, которые думают, что их мнение, ну офигеть, какое ценное наверное дети в основе пишут, ну или те, кто очень хотел, чтобы их не в школе учителя обращали внимание или родители, но на них никто не обращал внимания и они оторваются, прыгая по каналам, оставляя такие офигеть какие смыслосодержащие камень как под крайним роликом относительно чайника, причем примерно такого же типа задержания камер, как я говорила о подобных в самом ролике про чайник от Гидвальд я тут подошла к тому моменту, где непонятный усилок вот последний кусочек остался и что немного зрители, еще чуть-чуть лак лак уже на красном ногте, точнее вот этот красный лак на ногте стесался кружочком таким причем не там, где кончаются ногти вот один тут уже тоже чуть-чуть связался а где-то вот тут просто таким кружочком на боковой части ноготочком как-то так красный был олифлеймерский лак там возможно еще какой-то олифлеймерский был но вот красный как раз высох один лак у меня просто не открылся он настолько высох, что он вообще вот совсем внутри и внутри, и видимо снаружи у меня уже ветер забывает Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ниточки... Ремешочек... Весь скобытился... Сделано в Китае... Более... Более... Ну теперь этим ремешочком может котик поиграть спокойненько... Усё! Если вы это осилили и словили мурашку или просто уснули на полпути, то круто! Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...